Ну что, запустили тренеры? Нажали какую-то кнопочку неведомую в начале поединка и летают футболисты, летают, по-моему, так заведенные все с первой 45 минут. Сейчас, чем ближе будет конец поединка, тем больше принялось будет уже посадать друг друга. Так, с такой-то задой, который доскучит, или на волос логировать на них уровень, подозреваю, что второй там вряд ли выйдется столь вкусным, как первый. Выбудут наблюдать за зрителями, которые пели, пели как-то нормально, потому что они не могут остановиться, но это было сумасшедшего ритма игры. Соперник теряет мяч в середине. Неожиданный бой у которого я сегодня, наверное, стоила туда, чем я даму. Да, уж не очень сильно вписывается в логику того, что происходило вокруг его народ, но, видимо, этот бой должен был случиться. Позюмем. Причем на фланге Юрий Джилков. Поем. Причем на фланге Юрий Джилков. 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 Причем на фланг 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 Юрий Джилков. И аут будут выполнять футболисты сборной Аргентины. В атаке нужно прибавить изыску, и поэтому сейчас на поле появляется Серкио Буэра. Демария. И самая боковая линия отбирает мяч. Александр Токорин. Маскерано. Август Матеш. Встречать его уже поздавато, потому что сейчас будет удар. Самедов. Демария. Ах, как красиво. Отпаду ушел. Докуарит Леонид Месси. Убор на любви не забивает. Ушел мяч. Убрасывание будет из-за боковой в исполнении футболистов аргентинской сборной. Маскерано. Какое. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Фиксирует орбитом нарушение правил штрафной. Сапарина. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворота пробить. Ну, да. И игрок с мячом выносит мяч до предела поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Может быть, это и правда второй Барадон, а это Месси. Сколько стрел критических на линейных арбитров, а? Гол рядом вроде бы, да, он стоит с флажком, зафиксировала в сайт, и половина полетчика стояла на его костей. Впечатление, что с мячом он расставаться любит не слишком. Впечатление, что с мячом он не так много определяет, потому что в этих 50% линейных арбитров одни могут сделать вот это, а другие вон то. Думаю, надо бить и забивать! Это шанс! Умный человек сказал, как только поспешишь, людей наспешишь. Вообще, как можно было так продлить? Комбан! Байзулев! Байзулев! Играя, чем просто клоуны, думала надо бить и забивать! Опасно! Не знаю, насколько это будет в своей гнев, но получается, как без парка не успел. Комбану! Думаю! Комбану! Ну а, присмотреть! Я не понимаю, теперь! Сейчас-то плохо уже! Сейчас-то уцебе, так-то было 30-летних, что ли? Советую! Хорошо! Вновь! Комбану! И аут буду выполнять флобористы сборной Аббентик! Замена Августом Матеж Что творит Лионель Месси? Далку! Далку! Александр Кокорин Образцовый отбор Показал игрок Это аут господа Машина Березовский Ну и удар Совершенно атаке не подстать Как он выбивается из коллеги Да вряд ли это можно ударом назвать Фернандо Даго Отобран мяч Дворцом эрлика не далеко Еще в матче становится равном Великорептный удар Великорептный гол А вот такие вещи не берутся Претензий будут на это поменять я ударю Прошу правого защитника И какой невероятный удар у него получился. Очень красивый голод. Это, ладно, не бывает ничего. И по счёту, по сути, это игра для каждой соперника стремится только к победе. И оба сейчас и одинаково близки. Женков. Александр Кокорин. Ну, теперь держитесь. Это особенная глава. Забить таким ударом очень трудно. Там в рамке, говорят, всё-таки есть вратарь. И я его даже как будто бы видел. Плотный удар, но и вратарь на месте. Отводит опасность. По крайней мере, территориально. Выиграл по его на втором этаже. газон. Василий Алинатовский. Когоера. Может быть, это и правда второй паракон, это Месси? Закрывай! Ногу никуда не спешить, а в сайт зафиксировать. И по идее вот этот неудачный подкар должен освободить свободную зону для атаки. Самедов чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайт. Свисток арбитра и второй тайм завершился, а Чаширисов находится в неопределённом положении. Ничья иначе бывает. Ну и вот оно дополнительное время. Обе команды выглядят усталыми, а такими ещё выглядят после 90 минут равного боя. А теперь дальше. Удар! Хороший был момент. И могла команда выйти вперёд, но на табло ничья. Жёсткая борьба за мяч продолжается. Ди Мария. Часто говорят, передёргнут, да? Смотрим и любуемся на Месси. Просто катится эта атака. Губер надо бит и забивать. Бей! Банга! Байзуллин. 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 Аугуст Матеш. Может быть, это и правда второй бородона, это Месси. Катится мяч, будто ожидая. Давайте, давайте, ребята, подбирайте меня. Как мы оставляем. Под кошельку, когда риск падает, по коже потянул мышцы, а не контакты не было. Александр, проходим. Я не думаю, что у арбитра здесь есть повод придраться. Все по-правилу, все чисто, все красиво. Походим. И все теперь. Удар неточный. Нервным узелом играть дальше. Кернабо дайвл. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будем удары. Вот сейчас забить. Получу попал по народу. Вот зайдите. Кернабо дайвл. Кернабо дайвл. Кернабо дайвл. Второй овертайм, вторая часть дополнительного времени. 15 минут, не 45, но не вздумайте назвать это микротаймом, говоря с футболистами. Они устали, они отдают все силы и им еще играть целых 15 минут. Что Жарков придумает? Какой он? Денис Гушаков. Это был шикарный шанс выйти вперед. Что творит Леонель Месси? Жарков. Может запекли фразу второй барадона, это Месси? И вот судейский свисток, что он показывает, Арбитр? И Арбитр реагирует на это нарушение, считая его достаточно грубым, чтобы прилили к графике. Ну, в данной ситуации это не такая уж и жестокая гераса, странно следует, потому что игроки мы сегодня пожестнее были. Простили соперника. А ведь так лидерство было близко. Пойду ли? В боях. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Опасно! Отбил его, но куда? Очень тяжело смотрится в эту минуту, устал по всей вероятности игрок. Очень внешне хороший момент. Внешне справился-то, а удар-то был не последний. Команда может быть благодарна бракарю сейчас за то, что она по-прежнему не проигрывает. Через угловые вообще-то можно так, что команд отслеживать. Не идет мяч в ворота, ни в те, ни в другие, и уже очень-очень давно. Позже я. Как похоже. Крупа и спадает. Удар по воротам. Нет, ничего до ворот не дойти похоже. И вот вопрос. Идти ли вперед большими силами, или не рисковать. Поперед! И ничья, и будут пенальти. Будут пенальти.